Приходится справляться со стрессом многим офисным работникам Иркутской области. В последние два года, к прочим факторам, волнения добавился и присутствующий в нашей жизни коронавирус. Кстати, он всерьез повлиял и на отношение людей к рабочему пространству, графику и даже финансам. Даниил Седов продолжит тему. Вы когда-нибудь задумывались о том, как должно выглядеть ваше офисное пространство? У жителей Иркутской области за время пандемии коронавируса именно к этому аспекту появилась масса вопросов. Согласно исследованию одного из сайтов по размещению вакансий, 30% респондентов считают, что в офисах просто необходимы комнаты для отдыха и тихие зоны для того, чтобы сосредоточиться на работе. Еще 27% убеждены в том, что на рабочем месте необходимы кофеварки и соковыжималки. Остается один вопрос, как все это повлияет на продуктивность сотрудников. Для человека, конечно, эффективность будет выше. Мы можем опираться на то, что многие компании, которые делали такие комнаты разгрузки, и опять же, я на советский период могу опираться. То есть эффективность, конечно, повышается, потому что человек перегружается. И действительно, люди в офисах сейчас все чаще и чаще жалуются именно на эмоциональную усталость. Недаром психологи 21 век назвали веком стресса. Именно поэтому людям необходимы зоны психологической разгрузки. Ведь, например, куда меньше подобных проблем испытывают сотрудники на удаленке. Их сейчас становится только больше, и многих устраивает работа на диване и с ноутбуком. Довольно, кстати, даже работодатели. Ведь они экономят большие деньги на аренде офисов и закупке расходного материала. А это значит, что в будущем может вырасти и зарплатный фонд. Сейчас мы видим то, что заработные платы для удаленных сотрудников фактически пока никак не меняются. Хотя вот эта экономия денег у работодателя, она могла бы даже позволить выплачивать, допустим, какие-то дополнительные премии за, так сказать, сдельную работу. Но вот именно как раз удаленный способ работы, он больше должен переводить людей на сдельную работу. То есть выполнил какой-то определенный план или, так сказать, блок работ, сделал работу, сдал ее, получил дополнительно премию. Но для того, чтобы заработать на эту премию, необходимо обладать жестким самоконтролем для того, чтобы не отвлекаться на домашние дела. И тут уже непонятно, что лучше – трудиться в напряжении в офисе, но со всеми условиями для работы, или же дома, но в постоянном поиске мотивации. В любом случае, выбор стоит за нами. И очень здорово, если этот вопрос – единственная проблема, которая стоит перед нами на работе. Данил Седов, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням.